Один из моих любимых памятников, посвященных блокадному Ленинграду, находится у меня за спиной. Он прекрасен во всех отношениях. Он концептуален, он лопедарен, и он показывает то, как оно было. Это вот, как вы видите, такой луч пронзающий, небо. Эта стена посвящена подвигу женщин блокадного Ленинграда. Почему женщин? Потому что, ну, понятное дело, мужики воевали, соответственно, в городе превалировал женский контингент. Там вот наверху такая скульптура в экспрессионистском стиле, тоже показывающая одну из женщин. Есть огромное количество фотографий, где молодые совершенно девчонки, там, по 15-17 лет, стоят на крыше, высматривают вражеские самолеты, которые едут, летят, чтобы их убивать. И несут в себе, в основном, зажигательные бомбы. Соответственно, нужно было вовремя эту бомбу схватить щипцами и засыпать песком. Мы находимся вообще на петроградской стороне, для тех, кто живет не в Петербурге. И когда я готовился к написанию очередной своей книжки, я надеюсь, ее в скором времени выпустить, это художественное произведение, роман называется «Корень». И, соответственно, интервьюровал различных блокадец, потому что моя бабушка, конечно, много чего рассказывала, но все же не расскажешь. И вот одна из этих блокадец, она уже была прабабушка моей подружки, она жила во время блокады здесь, на петроградской стороне. И она мне лично говорила, как она в маминых колготках носила песок на крышу дома, потому что был приказ в самом начале войны нанести песка на все чердаки. Он нужен был как раз для того, чтобы тушить эти бомбы. А почему падали зажигательные бомбы, я опять-таки каждый раз показываю, особенно во время своих экскурсий по проходным дворам, где торчит дранка или деревянные перекрытия. Ну, в общем, дома, они сверху вроде как каменные, а внутри они все деревянные. И горели они идеально. Поэтому зажигательная бомба была именно то, что губило не только наш город, а вообще большинство городов во время Второй мировой войны. Основной рассказ наш будет не об этом объекте, а о том, который находится буквально в 10 минутах ходьбы отсюда. Это Ленинградский зоопарк. Дело в том, что поведение работников этого зоопарка дает нам ответ на вопрос, почему Ленинград не сдался, почему немцы не смогли его взять, как они не старались. Когда только началась война, естественно, часть животных, там до 80 единиц животных, было эвакуировано в Казань. Но большинство осталось. И сначала, когда стали наблюдаться перебои с продуктами, работники собирали по окрестным полям сено, косили его серпом под обстрелами. Затем стали подбирать убитых лошадей, собирать желуди, рябину. Но когда ситуация стала ухудшаться и усугубляться, естественно, встал вопрос, чем их кормить, этих несчастных зверей. В ход шло все. Значит, шел жмых, шла так называемая хряпа, шла, естественно, трава. Но как вы, например, будете кормить хищных животных, которым нужно мясо? Тигрята отказывались есть такую пищу. Тогда голь на выдумке хитра, русская смекалка. Было найдено большое количество шкурок кроликов. Их набивали вот этой смесью, обмазывали рыбьим жиром. И вот этот вкусный запах привлекал тигрята. Они его ели, его этот корм. Обезьяны, в принципе, были податливы, тоже переходили на новую пищу. Птицам давали немного рыбы. А вот Беркут отказывался есть рыбу, ему ловили крыс. С крысами в Ленинграде было все в порядке. Дело в том, что всех собак и кошек сожрали, как вы понимаете. И крыс расплодилось несметное количество. Они лакомились, благо было чем, в основном, трупаками, которые лежали во многих квартирах. Дело в том, что, как вы, возможно, знаете, если человек умирал, то о его смерти не всегда сообщали. Ну, во-первых, не было сил хоронить, не было денег, чтобы его похоронить. Во-вторых, если вы говорите, что член вашей семьи умер, то вы лишаетесь продуктовой карточки. Поэтому его складывали в какую-нибудь там дальнюю неотапливаемую комнату, такой импровизированный морг. И крысы отгрызали первым делом, я об этом и читал, и рассказывали мне мочки ушей и кончик носа. Вот в таком виде пребывали эти мертвые люди. И, забегая вперед, весной 1942 года была очень большая опасность, заключавшаяся в том, что в городе разразится эпидемия. Соответственно, были сформированы отряды из комсомольцев и организованы рейды. Во-первых, по выявлению вот этих вот трупаков. Во-вторых, для того, чтобы очистить город от огромного количества фекалий, которые скопились, потому что водопровод не работал, и ленинградцы, вот, все это свое, они просто вываливали на улицы. Точно так же мне вот эта вот бабушка рассказывала, что вот там, где Александровский сад, был уже морг под открытым небом. То есть там были такие штабеля трупов, и ты идешь вот в этом адском лабиринте, наблюдаешь, как впереди тебя идет человек. Он в какой-то момент останавливается, начинает оседать, и у тебя уже нет сил его поднять. То есть ты понимаешь, что если ты начнешь его тормошить, то ты потеряешь какое-то количество калорий, и, возможно, останешься вместе с ним. Поэтому вот эти сцены, они были точно так же нередки, когда люди падали, и тут же на месте умирали, а все остальные шли мимо не потому, что у них нет сострадания, а потому, что у них просто нету сил на то, чтобы их поднять и дотащить куда-нибудь. Но вернемся к зоопарку. Во время одного из авианалетов бизон попал в воронку. У обессиленных работников зоопарка не было сил, чтобы его оттуда достать. Тогда, соответственно, был сооружен деревянный настил, сено было постелено на этот настил, и таким образом этого бизона удалось оттуда вытащить. Вот как раз блокадница, которая здесь жила, вспоминала, что было сообщено по радио про то, что погибла любимец ленинградцев слониха Бетти. Она действительно во время одного из налетов погибла под обломками вольера, в котором она находилась. Когда у гамадрильши родился детеныш, что рядом располагавшийся родильный дом согласился выдавать по пол-литра молока. И если в то время, даже в мирные дни, в зоопарках детеныши гамадрилы редко выживали, то в ленинградском зоопарке он выжил. Одна из служителей из Коновалова отдавала часть своего хлебного пайка оленям и козочке. К сожалению, они все равно погибли при следующих авианалетах. Но история, которая просто запредельна, это поведение Евдокии Ивановны Дашиной, которая выхаживала бегемотик у красавицы. Красавица была уникальным экземпляром, она была вторым по величине вообще в зоопарках мира на тот момент. И ее нужно было кормить, естественно. Ей полагалось до 40 килограммов корма. Где это было взять? Ей давали где-то 4-6 килограммов травяной смеси, все остальное забивали ей желудок распаренными опилками, чтобы он был наполненным. Также Дашина собственноручно каждый день носила до 40 ведер воды, смазывала кожу камфорным маслом и водой, потому что от пересыхания у бегемотов начинает уступать кровавый пот. Но самая потрясающая история связана с тем, что, естественно, бегемотика очень боялась налетов, очень боялась шума взрывов. И вот во время налетов Дашина ложилась вместе с ней на дно бассейна, и вот в обнимку они вместе пережидали этот страшный момент. И таким образом бегемотика выжила. То есть она дожила до, по-моему, 51 года, и после блокады даже продолжала радовать всех. И вот летом 1942 года зоопарк посетило до 7,5 тысяч ленинградцев, и продолжал работать в театр звериной. И даже уже начиная с 1943 года зоопарк начал пополнять свою коллекцию. Мишка пришел, по-моему, аквариум был организован. И тут мы подходим к такому моменту. Я, естественно, часто вожу экскурсию здесь, и у меня уже два раза я размещал посты об этом у себя и в ВКонтакте, и в Инстаграме. И вот в последний раз я столкнулся с очень интересной реакцией со стороны некоторых представителей рода человеческого, которые писали, да нахрена это все надо было, нужно было всех этих животных поубивать и накормить голодающих детей, потому что вам что, вот жизнь каких-то этих тварей дороже, чем жизнь человека. Здесь мы сталкиваемся с этой рациональной вещью, которая называется дух города, психологический настрой, характер и так далее. То есть почему кто-то сдается, а кто-то не сдается, находясь иногда в одинаковом положении. Ты не сдаешься, когда ты видишь, что город живет, когда ты видишь, что для поддержания нормальной жизни люди совершают настоящий подвиг. Когда ты можешь прийти и увидеть вот бегемота, да, в городе, которому было суждено по предписанию Адольфа Илосовича Гитлера просто сдохнуть. Зачем было устраивать исполнение симфонии Шостаковича обессиленными музыкантами? Зачем было ставить спектакли в театре музыкальной комедии? Можно было потратить свою усилию на что-то другое, казалось бы, но без каких вещей человек умирает. Человек – это существо, которое живет не только в пище насущной, ему, вот знаете, нужно что-то для души периодически, особенно в критические моменты. И мне кажется, это очевидный факт, что работницы Института имени Вавилова нынешнего, которые на Исаакиевской площади сидели и тряслись над запасами зерна коллекции, которую они собирали до этого со всего мира, и могли бы и, в общем-то, это все сожрать, но ни зернышко не было съездено, при том, что несколько работниц умерла от голода. Но это именно вопрос, почему город не сдался, и это ответ на то, почему мы изменились, и почему, как мне кажется, ну, не дай бог, конечно, но если бы подобные решения случились бы сейчас, то, скорее всего, некоторые из нас, наверное, реагировали бы на это по-другому. Вот такая вот горькая мысль, очередное напоминание, ну, памятный датик, памятный, по крайней мере, для меня, ну, в общем-то, и для многих, 27 января. От себя хочу вам напомнить, что мы едем и в Берлин, и Париж, и в Вену, и в Прагу, 2-4 мая тур в Петербурге, в июне мы едем в Нижний Новгород, 16 февраля в Москве экскурсия по знаменке премьерная, и будет еще лекция серии романовой «Без соплей» про Малечку и Ники. Все анонсы есть в описании под этим выпуском, ссылки. Оставляйте там же комментарии свои, увидимся, пока.